добрый день друзья давно я не делал своих обзоров того что в стране происходит а причина простая то что я вижу читаю слышу буквально загоняет в депрессию мы входим в кризис какого еще не было кому верить непонятно власть в руках очевидных врагов народа наших врагов лично моих лично твоих у тебя зритель же есть какие-то деньги на черный день на учебу детей на покупку машины скоро эльвир очка их опять отберет рубль точно будет падать все будет дорожать а мы нищать это результат аналитики информационного агентства regnum в частности глава центробанка признается что цена на нефть практически уже не влияет на рост российской экономики а основанная на потребительском спросе модель экономического роста себя якобы исчерпала то есть даже если нефть будет дорожать экономика расти не будет а что же она будет делать падать эта гражданка заранее знает что наши экономики кранты вы же понимаете зачем делаются такие заявления она заранее снимает себя ответственность и это еще не самое интересное когда в нашей стране происходит полное безобразие особенно что касается экономики полного обнищения населения подъем ндс цена на бензин закрытие сотен банков и вкладчики теряют свои деньги даже пенсионная реформа и никакого нет развития в этом время элитнейшая финансовая газета в мире wall street journal публикует длиннющую статью и называет набиуллину невероятным помощником путина и в красках описывает какая эльвирочка молодец как она россии нужна и как важно иметь именно такого классного чиновника у руля как это так только над набиуллиной нависла угроза уже все спрашивают а почему такой трендец почему центробанк гробит нашу экономику и тут же авторитетные западные издания бросается ее защищать совпадение не думаю да штука то в том что она вообще к россии отношений не имеет центробанк россии в любой момент обесценит рубль по указке западных структур мвф международный банк и так далее эльвирочка их человек запада она у них с потрохами ей наплевать что у людей сгорят накопления как начале девяностых я думаю сам факт такой поддержки из-за океана должен как минимум настораживать если говорить прямо таких связанных западом чиновников необходимо увольнять всех поголовно начиная тех у кого дети учатся на западе и кончай теме кому там хвалебные песни напевают это чистка власти от наших личных с вами врагов давно назрела сколько можно ждать я же не призываю к репрессиям 37 39 годов к расстрелам но решение они принимать не должны напишите в комментариях как вы считаете это нарушает их права и свободы и и никакие чистки не нужны или все-таки эти меры необходимы я считаю что необходимо либерал уверенно что нет между тем тарифы жкх дважды будут повышены в следующем году и это не считая повышение уже в этом году 2018 у нас на сайте об этом подробный материал долго разжевывать не буду но вот самый интересный момент один из видных коммунальщиков алексей макушин так прокомментировал ситуацию если мы с такой периодичностью начинаем пересматривать тарифы то это нужно закреплять как правило если в следующем году инфляция вдруг будет не два с половиной а например пять процентов то нужно чтобы с такой же скоростью и быстротой корректировались тарифы перевожу друзья на русский язык если будет высокая инфляция она точно будет как минимум из-за падения рубля то и мы поднимем тарифы гораздо сильнее не можем же мы лишаться прибыли они намерены и дальше зарабатывать выжимать соки из простых людей когда в стране краха нищета и ведь не они это построили это же самая соль а воровстве в жкх известно всем а строили электростанции канализационные системы и котельные всем народом наши отцы и деды в стройотрядах этим занимались а теперь эти прихватизаторы продолжают нас грабить вот например нефтегазовые компании россии надувают и без того миллиардные премии в январе июне 2018 года почти все крупнейшие российские производители углеводородов то есть нефтегаз повысили вознаграждение управленцем как стало ясно из отчетности компании в большинстве случаев премии и бонусы топом выросли вопреки падению доходов причем произошло это и в частном лукойле и в государственном газпроме еще раз у них доходы упали а зарплаты они себе повысили это же бред такого не может быть но у нас может против этого выступил например андрей белоусов это помощник президента он подготовил служебный документ о том что компании получившие огромные доходы так называемые сверх доходы их важно не растратить опустить в дело не яхты купить и пополнить свои офшорные счета а построить новые промышленные объекты и проложить коммуникации расширить производство выложить в дело любым способом у компании бы никто эти деньги не отобрал никого бы государство не ограбило просто не надо их раздавать как бонусы вот о чем была речь только олигархи топ-менеджера получили бы меньше зато россия получила бы плюс к росту промышленности плюс к рабочим местам плюс к зарплатам простых людей даже путин успел это поддержать этот служебный документ был кем-то слит произошла утечка информации и в сми начался дикий вой сразу три министерства выразили не согласие с этой инициативой промышленники сами придумают как избавиться от денег пополнять бюджет за счет сверх доходов бизнеса мы не будем говорить силуанов минфин отказался изымать 500 миллиардов у олигархов и вообще предприниматели предупредили о риске дефолта компаний из-за изъятия сверх доходов так что у народа пенсии отобрать это нормально а у олигархов отобрать сверхприбыли которых они сами не ожидали это кошмар и ведь отобрать всего лишь в смысле не выводите деньги за рубеж они нужны здесь в россии олигархи у нас святые люди нельзя их обижать и тут друзья важный момент хочу обратить ваше внимание какая масса журналистов сми в целом и что самое интересное министры целое министерство выступили на стороне олигархов возможно кто-то скажет что они куплены что они все насквозь коррумпированы что они враги народа и следственному комитету стоит расследовать эту ситуацию а мне кажется что у нас есть две недели чтобы донести до родственников сослуживцев и друзей за кого ни в коем случае нельзя голосовать на ближайших выборах и знак единая россия должен стать клеймом для людей которые унижают нас и нашу великую страну они должны уйти в прошлое до свидания хватит это будет хорошее начало для наших побед для побед народа над этими жуликами и ворами у меня на сегодня все высказывайте ставьте лайки и делитесь видео в контакте в твиттере файл